Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами обсудим такую тему, как потеря у вина вкуса и аромата. Недавно в комментариях был такой вопрос. Мне он показался интересным, тем более раньше на канале эта тема не обсуждалась. Поэтому вот обсудим в сегодняшнем видео. Итак, ситуация. У вас было вино с каким-то там хорошим вкусом, хорошим ярким ароматом. И вдруг он исчез. Что делать? Прежде чем понять, что делать, давайте подумаем. А что мы с этим вином делали? Почему так произошло? Вот оно у нас стояло, мы его не трогали, и вдруг оно потеряло аромат. Либо мы что-то делали. Чаще всего потеря вкуса и аромата происходит при контакте с кислородом. При большом контакте с кислородом. Опять же, привет всем тем советчикам, которые бесконечно снимают вино с осадка. Во-первых, это никак не помогает осветлению. Я много раз про это говорила. Во-вторых, создается большой контакт вина с воздухом. Вообще, во всех учебниках 4 раза в год за год вино переливают все. Может быть, если мы оклеивали вино, нам надо дополнительная переливка. Но это каждую неделю, каждые 10 дней, каждые 2 недели. Это вообще, простите, бред. То есть мы вот этими своими ручками делаем все, чтобы наше вино испортить. Но может случиться так, что мы и не переливали это особо. То есть вот часто. Но настало какое-то время, когда надо снять вино с осадка. И вдруг раз, и оно потеряло свой вкус и аромат. Особенно это может быть характерно для высокоароматных вин. Я сама однажды с таким столкнулась. Это была виною смесь из пибалтов белорозовых. Мне надо было его оклеить. Заносишь на кухню, только открываешь бутыль. Прям запах по всей квартире такой. Ну, очень яркий. И после того, как я его оклеила, перелила, все, оно стало просто как водичка. Меня это тогда очень испугало. Значит, смотрите, что происходит. Происходит контакт с кислородом, но опять же, выветривание ароматов, оно тоже происходит. Но есть хорошая новость. Этот процесс, он обратимый. Даже есть такой термин, бутылочная болезнь. Когда вино разливают в бутылки, опять же, происходит контакт с кислородом, и вино становится выветренным. Но некоторое время оно постоит в покое, оно постоит в закрытом пространстве. Часть окислительных реакций, они обратимы. В бутылках происходит восстановление. Вино отдыхает, и все. И с ним все становится хорошо. Вновь возвращается этот вкус и аромат. То есть, первое, это вот, можно и нужно дать подождать. Ну, конечно, реакции окисления, они могут быть и достаточно глубокими. На что еще мы можем обратить внимание в таком случае? Кроме потери запаха, вкуса, что еще случилось с вином? То есть, все осталось то же самое. Либо, например, произошло изменение цвета. В белых вдруг вино стало ближе к коричневому. А в красных цвет очень сильно поблек. И стал почти такой вот. Я вам даже покажу. У меня есть хороший пример. Специально тут белый листик, чтобы было наглядно. Вот, посмотрите. Вот это окисленное вино. То есть, я вам, например, Галант не так давно показывала. Я говорила, здесь, конечно, желтый свет. Да, к сожалению, искусственное освещение, желтый свет. Но там я говорила, что я его вижу более таким красным, более розовым. И там технология была такая, что цвет не интенсивный. А здесь же, вот, он такой ближе к цвету кирпичному, луковой шелухи. Вот это окисленное вино. То есть, если ваше вино было, например, такое даже с фиолетовым, да, или такого насыщенного цвета гранатового сока, и вдруг стало такое бледненькое, и появились вот эти кирпичные тона, произошло окисление. Идет потеря вкуса и аромата, и могут появляться специфические тона окисленности. Прелое яблоко это может быть. Может быть, даже где-то я встречала жареный лук. Иногда встречается копченая слива, сухофрукты. И это могут быть тона, ну, кто портфель Модеро пробовал, да, то есть вот такие вот нотки. Ну, может вообще-то все быть такое, да, вроде вино, а ничего там нет. То есть, если наряду с потерей вкуса и аромата у нас пошло изменение цвета, то это окисление, это окисление уже будет достаточно глубоким. И надеяться на то, что там что-то вернется, но, к сожалению, в таком случае надежда слабая. Почему это происходит? Опять же, контакт с кислородом, а низкая кислотность, опять же, привет тем, кто очень любит разбавлять водой. Кстати, вот этот пример. Это вторяк. Вот специально сохранила немножко, и он, конечно, возрастной. На самом деле ему два года. Это вторяк, и все, он уже умер. Хотя, на самом деле, здесь есть вот такие легкие портфейновые нотки. Ну, вот на приготовлении пищи можно так пить. Это тоже невкусно и неинтересно. Но, опять же, к вопросу, когда говорят, что вот вторичное вино лучше первого. Никогда оно не будет лучше. Оно может казаться лучше, когда вот оно совсем-совсем молодое. Опять же, за счет низкой кислоты. Как только оно чуть постоит, в нем начинают идти вот все эти процессы. И оно очень быстро теряет все свои свойства. То есть его можно, ну, в принципе, для глинтвейна, может быть, для вермута. Ну, то есть какие-то дополнительные ароматизации, а так не очень. Значит, причина, да? Низкая кислота, разбавление. И если мы перерабатывали гнилой виноград. Вот если у нас были подгнившие ягодки, в них содержится фермент, который вызывает глубокое окисление, вызывает все это достаточно быстро. Поэтому анализируйте, что вы делали со своим вином. Ну, это такие вот, как бы, мы сейчас разобрали случаи, скажем так, тяжелые, да? Что еще может быть? Вот все вы делали правильно, все вы делали хорошо, а почему-то вино, ну, вот, да, там не пахнет. Или бывает, знаете, как оно пахнет, а вкуса нет. А это уже вопрос подачи и сервировки. Много раз я вам рассказывала про винные бокалы, и здесь вот они у меня стоят. Не взяла, правда, обычный стакан. Ну, смотрите, еще раз, да? Бокалы для вина должны быть большими. Вообще, профессионалы говорят, бокал должен быть такой, в который мы нормально можем засунуть свой нос. И, например, вот этот бокал, да, он, в общем-то, больше для белых вин. Ну, вот красные, что я здесь пробовала, как раз-таки вот Галант пробовала, а так вот для белых он классный. 400 мл. Объем для красных маловато, для красных 500-600 и выше. Ну, вот этот вот 700 мл. На всякий случай, для тех, кто первый раз слышит про бокалы, бокалы никогда не наливают полными. Их наливают вот так вот немножко. В принципе, до момента, когда бокал начинает сужаться, ну, например, вот этот бокал. Ну, хотя, да, вот треть где-то, треть, даже четверть. Вот так вот наливают. Вот еще такой, ну, вот эта классическая форма. Не больше. Если же мы используем для того же красного вина какой-то простенький маленький бокальчик, да, или вообще какой-нибудь стеклянный стакан, то нет ничего удивительного в том, что вино, оно не пахнет, да. Сейчас вы можете мне, конечно, возразить, так раньше же, вот когда я переливал, то оно там пахло, да, у него был вкус, а потом он исчез. В вине постоянно идут огромное количество химических реакций. Есть первичные ароматы, есть вторичные, есть третичные. То есть первичные – это вот те, которые там были изначально, потом идут химические реакции, и ароматы трансформируются. И поэтому, опять же, для раскрытия мы когда-нибудь поднимем эту тему ароматов. Ну, тема достаточно тяжелая, такая глубокая. К ней надо готовиться просто так, да, сесть и за пять минут рассказать, как некоторые любят. Ну, так-то не получится. Так вот, то есть идут превращения, идут трансформации, и потом, чтобы вот эта ароматика раскрылась, то есть ей надо дать возможность. Если мы в стаканчик обычно налили, то нет ничего удивительного, что мы это не почувствуем. И я вам очень рекомендую, ну, конечно, вообще есть, например, я знаю, в Минске проводятся бокальные дегустации от компании Ридель, но они достаточно дорого стоят. Поэтому не у каждого есть возможность сходить, но можно в магазине найти абсолютно бюджетные бокалы, хотя бы вот, ну, хотя бы вот такой формы. Это классический бокал, которого вам, в общем-то, хватит. И попробуйте, налейте ваше вино в тот стаканчик, с которым вы его пробовали, да, или, бывает, маленькие такие бокальчики из такого толстого грубого стекла, хрустально-резной, мелкие бокалы тоже. Ну, это вообще не про вино. Ну, вот попробуйте. Налейте туда, налейте сюда, попробуйте с одного бокала и с другого. Вы очень быстро почувствуете разницу. То есть посуда, она очень важна. И еще, когда вы вот только налили, опять же, вино, особенно красным, может понадобиться время на то, чтобы оно раскрылось. Опять же, для чего большой бокал? Вот мы налили, мы вино взболтали. Вот сейчас, чтобы ему раскрыться, кислород как раз-таки нужен, особенно красным вином. Хотя и в белых некоторых я эту штуку замечала. Вот вы даже проведите эксперимент. Вот вы налили сразу, да, в дегустации есть такое понятие первое. Налили, ничего не делали, понюхали. Взболтали, понюхали. Может начать раскрываться вину. Бывает, что еще? Неправильная температура подачи. Все мы слышали, что красное вино надо подавать при комнатной температуре. Но комнатная температура, это не та, которая у нас. Это вообще температура средневекового замка. Порядка 18 градусов. А у нас в квартирах, как правило, 20-22, а у многих гораздо выше. Белые, порядка 12. Но, смотрите, домашние вина, они могут вести себя немножечко по-другому. И я вообще много раз рассказывала, что по белой технологии я, наверное, один раз только что-то делала. А так я делала белые по красному, то есть с брожением на мезге. И вот для них должна быть температура выше. И бывает, что вот берешь охлажденное вино, ну, потому что вот положили в холодильник, да, забыли, оно там полежало некоторое время. Берешь, наливаешь в бокал, ну, оно такое, закрытое. Потом оно немножко стоит, немножко нагревается, вот уже градусов до 16, и начинает отдавать ароматику. Много раз, вот кто смотрел мои дегустации, когда я показываю свои вина, рассказываю, то я как раз-таки этот момент рассказываю, что вот, пока я с вами разговариваю, да, проходит время, и вино начинает раскрываться. То есть важна температура. И недавно тоже рассказывала вам историю, вот вино из Галанта. Я переливала, пробовала, ну, вообще, ну, ароматика потрясающая, прямо такая яркая, такая классная, и вкус обалденный, ну, все супер. Я его сняла с осадка, закрыла, поставила уже в прохладное место, на балкон. Через некоторое время, наверное, ну, может, дней через 10, я решила уже его начать употреблять. Наливаю его в бокал, причем даже вот в этот, он хорошо очень раскрывает ароматы, такие вот, высокоароматных вин. И вот запах, обалдеть, такие вот леденцы-леденцы, какие-то фрукты, ну, очень яркие. А вкус ноль, вообще ноль. Да, у меня был легкий шок. Как, что произошло, где я что потеряла? Да, опять же, смотрите, что произошло. Вот я перелила, 10 дней маловато было для того, чтобы. Ну, а еще, оно было холодное. Вот оно постояло, наверное, полчаса. Нагрелось. При этом вот, тот же контакт с воздухом, все вино стало открываться, и стал появляться вкус. То есть, вот эти моменты, учитывайте. Однозначно сказать, как и какое вино раскроется, там, при какой температуре, в каких бокалах, за какое время, невозможно. Все вина разные. Домашние вина, тем более, когда мы не используем консерванты, они вообще очень специфические. Ну, это потрясающе. Когда вы для себя вот это вот откроете, насколько они бывают интересными, насколько они ведут с вами диалог, ну, после этого не хочется пробовать чего-то другого. Поэтому вы можете как раз-таки начинать с низких температур, да? Ну, не надо охлаждать до 5, до 5 можно охлаждать десертные вина, в которых много сахара. Если мы говорим о винных сухих, 10 градусов, ну, это более чем достаточно, даже можно 12. Охладили, налили в большой бокал, пробуем, да? Раз, два, поболтали, дали постоять. Вот когда вы дали постоять, кстати, да, винный этикет говорит о том, что мы всегда берем бокал за ножку, как раз-таки, чтобы он не нагревался. Особенно, если это бокал из тонкого стекла. Ну, вот это такой бюджетный бокал, он толстый, а вот этот вот как раз-таки, он очень тоненький. И хотя винный этикет, этого не подразумевает, но мы дома, и мы понимаем, что нам надо вот подогреть, то, что у нас в бокале, значит, мы берем вот так вот ручкой, и тепло нашей руки начинает подогревать наш напиток. И мы пробуем, и понимаем, в какой момент наше вино будет наиболее раскрываться. То есть, как видите, есть очень много моментов, и очень много нюансов. И если у вас вот что-то такое произошло, да, ну, не бейте сразу тревогу, поэкспериментируйте, да, вспомните, что вы делали. Может быть, дайте вину больше отдохнуть, если дело в избыточной аэрации. Ну, если окисление, то там тоже надо смотреть на то, насколько глубоко зашел процесс. Экспериментируйте с бокалами, экспериментируйте с температурой подачи. И еще очень важный момент. Это правильное сочетание вина и еды. Если вы не умеете правильно сочетать, не понимаете, пейте вину без ничего. Вот это вот наше, ой, надо закусить. Покушайте спокойно, вот отужинайте, да, или отобедайте, и возьмите бокальчик вина. Все, и все будет нормально, потому что вы сыты, не будет там алкоголь сильно на вас действовать. Помним, что вино мы не закусываем, вином запивают еду. Но если у нас еда и вино не сочетается, то, опять же, ваше вино, оно может показаться вам абсолютно вообще унылым, безвкусным и никакущим. Просто потому, что оно неправильно сочетается с той едой, с которой вы пытаетесь его сочетать. Эти моменты тоже надо учитывать. Желаю, чтобы ваши вина как можно полнее раскрывались, радовали вас своим вкусом и ароматом. А я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!